Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Мы продолжаем наши беседы, читая книгу пророка Божия Аввакума для библейского портала «Экзегет». Вопросы Теодицеи, как оправдать Бога Всевышнего, Святого, Всесильного, когда в мире столько зла. Душа надменная, Таня успокоится, и ей Аввакум пропел пророческую насмешливую песню этой душе надменной. А вот праведный, он верою жив будет. И дальше следует вторая песнь Аввакума, другая его песнь. Песнь, которую поет праведная душа Богу, которому верит, несмотря на то, что ничего понять невозможно. Эта знаменитая песня Аввакума и в иудейской традиции, и в традиции православного христианства, она тоже воспевается на всех службах, на канонах. Эта песня состоит из трех частей. Из вводного обращения к Господу. Дальше идет основная часть – это шествие Бога. Вот бывает крестный ход, мы идем пред лицом Бога, а бывает Бог идет в этом мире зла и неправды. А потом эпилог. Молитва Аввакума, пророка, для пения. «Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое, среди лет яви его. Во гневе вспомни о милости». Слова праведной души, верующей и верящей своему Богу и обращающейся к Нему. «Господи, я услышал слух Твой и убоялся». Убоялся не неправды этого мира, а Твоего непостижимого промысла. И среди лет в этом мире, в этой жизни, Господи, соверши дела Твои. И во гневе, иначе трудно представить себе, откуда берутся все эти неправды и несчастья жизни, вспомни о милости, так взывает верующая душа к своему Господу. Прямой смысл достаточно понятен, едва ли требует особого истолкования, а скорее внутреннего сердечного сопереживания. Мы же остановим наше внимание на некоторую экзегетическую тонкость, связанную с этим текстом. Дело в том, что в греческом тексте, который передается в церковно-славянском переводе, здесь все звучит довольно-таки иначе. «Соверши дело Твое среди лет» о церковно-славянском, а это калька греческого, «посреди двою животных», то есть посреди двух животных. Встает вопрос, как вообще мог появиться такой перевод, откуда взялись эти два животных. Еврейские слова, которые здесь стоят, «шнаем хаеху». Первое слово, оно, как известно в еврейском языке, есть только согласные. «Шин, нун, йот, мем». Озвучить можно двумя способами. Если эти согласные звуки озвучить таким образом, «шаним», тогда получается годы или лето, то есть посреди лет. А если озвучить немножко по-другому, «шнаем», тогда получается двух, то есть не посреди лет, а посреди двух. А дальнейшее, что синодальные переводчики переводят как «яви его, хаеху», это может быть прочитано «оживи, яви», но «хая» — это и жизнь, и поэтому может быть трансформировано и в слово «животное». Как бы то ни было, но 70 переводчиков на греческий язык прочитали именно так. И так получились и два, и животных. И получилось посреди двух животных. Поскольку святые отцы в своем большинстве не читали еврейский текст Ветхого Завета, не владели им, а читали греческую септуагинту, то есть святоотеческие толкования, они направлены именно на это. Не на то, как мы изначально сказали, чтобы в этой жизни Господь явил во гневе свою милость, а чтобы Он посреди двоих животных это явил. Тогда возникает интересный вопрос. Что это за два животных? Если кому-нибудь покажется такой период надуманный, то зря. Потому что греческие переводчики были на две с лишним тысячи лет ближе к оригинальному еврейскому тексту. И все были природными иудеями. А значит, перед ними лежал текст, который они переводили, который вполне позволял именно такое прочтение. Поэтому мы приемлем и то, и другое. Мы их не противопоставляем, не исключаем одним прочтением другое прочтение, а берем и то, и другое. Прямой смысл понятен, а вот этот смысл. Если говорить о двух животных в контексте Ветхого Завета, то, конечно, в первую же очередь это являются те самые два херувима, которые стояли на крышке ковчега во святом святых Иерусалимского храма. Являлись величайшей святыней израильского народа, и Бог говорил Моисею, «И там я буду являться тебе». Тем более, что херувим, он ассоциировался в некоем смысле с тельцом. В христианской традиции тоже есть херувим, телец. И вот это то самое место во святом святых, где является Бог, где Бог разговаривал с Моисеем в любое время года, и куда однажды в год мог входить первосвященник, и там Бог собеседовал с ним. Другая возможность понимания этих двух животных основана на видении пророка Исаии, описанного в 6 главе его пророчеств, где пророк видит престол превознесенный, сидящего на нем, и Серафимов, и один к другому взывает «Свят, свят, свят». Один к другому это ассоциируется с двумя Серафимами, что не много их там было, а их было два, и между ними был антифон, то есть двойное пение, как в православном храме правый и левый клирос. И они прославляют Господа, является слава Всевышнего. Ну, уже ничем можно сказать текстуально не обоснованное, но духовно понимаемое значение предлагает блаженный Иероним, когда говорит о двух животных, это уже христианский отец 4 века, как о двух заветах, ветхом и новом, посреди которых является Господь. Наконец, есть очень распространенное представление в истории Рождества, когда в Емской пещере у Ясли, где родился Господь и Пречистая Дева положила Бога Младенца в Ясли, рядом Иосиф, и на заднем фоне волк и осел, два животных. И вот посреди этих двух животных явился Бог во плоти на этой земле. Откуда это взялось у того же пророка Исаия еще в первой главе говорится, что вол знает Господина своего, и осел ясли Господина своего. Говорится о воле и осле. И вот они, эти ясли, и они знают его, они первые приветствуют его здесь, в этом мире. впервые описание вола и осла в связи с Рождеством Христовым встречается в псевдоевангелии от Матфея, то есть не в том каноническом, что в Новом Завете, а в апокрифическом. В любом случае это текст первых христианских веков. И позднее он воспринимается многими отцами, скажем, его приводит Боженный Феофилакт в своем толковании на Евангелие. И это перешло в христианскую традицию. Карфагенский учитель Тертулиан он видит здесь некое указание на Фаворскую гору, где преобразился Господь и двое животных не в смысле звери, а живые существа Зои, Илья и Моисей. И посреди них законодателя и пророка является слава преображенного Христа. Более распространенным является понимание, которое предлагает Блаженный Августин, что Иисус распят действительно, как посреди двух зверей, посреди двух распойников. Это поэтическое богословское созерцание, оно вошло в богослужебные тексты, которые мы используем. Обычный даже чтец и певчий не всегда замечает весь этот контекст стихир, который он поет. А это все как раз отсюда, что Христос распят посреди двух разбойников, как посреди этих двух животных. Наконец, Блаженный Феодорит, кирский епископ, он предлагает здесь понимание опять животных как жизнь, две жизни, жизнь земная и жизнь божественная. И вот, что между ними, посреди них, является слава Господа. Теперь основная часть и эпилог. Что выражает собой основная часть песни Аввакума? шествия Всевышнего, шествия Божия. Бог идет. Бог идет в этом мире. Вот в этом мире неправды, несправедливости, зла шествия Бога. Как понять это шествие Бога? Его можно понять конкретно исторически. И тогда это исход Израиля из Египта. Народ под водительством великого Моисея проходит через пустыню до пределов земли обетованной и под водительством Иисуса Новина входит в обетованную землю и овладевает ею. И это не просто исторические события, народы всегда передвигались, воевали, а это шествие Божье в этом мире. Другое значение этой же песни мессианское. И тогда шествие Божие при Мессии для нас, для христиан, это шествие Божие через приход в этот мир Иисуса Христа. Итак, читаем. «Бог от Фемана грядет и святы от горы Фаран, покрыла небеса величие его, и слава его наполнилась земля». Знаменитые слова песни Аввакумовой. «Бог от Фемана грядет и святы от горы Фаран». Феман в смысловом переводе «юг». И потому в ряде библейских переводов так и говорится «Бог от юга грядет и святы от горы Фаран». Здесь «Бог использован именно в сравнительно редко употребляемой в библейском тексте форме «эллах» единственного числа Аллах в арабском языке. «Бог от юга грядет». Если речь идет о шести израильского народа, то он действительно с южных пределов от Синайской пустыни. А Синайская пустыня здесь определяется горою Фаран. Это гора на юге Синайского полуострова, место Синайя. И вот оттуда через воинства израильские идет Бог. Если географически Феман, то это земля Сеир или земля Эдома, которая находится в непосредственной близости к земле Израиля на юг, где жил брат Иакова Исав или Эдом и его потомки. В любом случае, вот оттуда, с юга, от Фемана, от горы Фаран, грядет Бог через полчища избранного им народа израильского. Если об этом говорить в плане мессианском, об Иисусе Христе, то некоторые святые отцы, как блаженный Ироним, они усматривали, что Иисус идет из Вифлеема к Иерусалиму. Это его исхождение от юга. Это уже в переносном духовном значении этого слова. Есть и понимания чисто духовные. От юга под югом понимается теплота Святого Духа. То есть Бог идет оттуда, где любовь, где милосердие. Это место исхождения Бога. Покрыло небеса величие его, и славу его наполнила земля. От этой славы дальше идет описание. Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы. Это слава, которая идет с израильским народом от руки его лучи. В еврейском значении здесь имеется в виду не лучи множественного числа, а двойственного числа, айм, что может быть переведено и как луч, и как рог. Два рога или два луча. Таким образом изображается и Моисей, спускающийся с горы Синайской. От руки его, вот этот божественный дикирий, от руки его два луча любви к Богу и любви к ближним, двух скрижалей заповедей Божиих. И в этом тайник его силы. Собственно, уже в таком христианском звучании действительно Христос есть сияние славы Отчей, как говорит апостол Павел в послании к евреям, и от него источается свет божественный фаворский свет, а два луча таинственно предуказывают его природу божественную и человеческую. При лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. Опять сначала историческое значение шествия израильского народа или Бога в этом народе. Слово, переведенное в данном случае на русский язык как язва, три согласные далит, бейт, рэш, могут быть прочитаны как дебер, тогда язва, могут прочитаны быть как добар, и тогда слово. Именно так прочитывают 70 переводчиков на греческий язык, и соответственно в церковно-славянском языке, тогда слово. При лицом его идет слово. Это имеет мессианское значение, что слово стало плотью. Вначале было слово. Слово это Сын Божий, который идет при лицом Всевышнего Бога. Апостопам его, то есть там сзади остается то, что жгучий ветер, решев, это по созвучию некоторые толкователи воспринимали как указание на финикийское божество Резеф, которое олицетворяет собой нечистые темные духи. И поэтому в латинском переводе вульгаты блаженный ураним так и переводит по стопам его, то есть там сзади остается дьявол. И так впереди идет слово, а позади остается дьявол. Это шествие Бога в этом мире уже в мессианском значении. Ну, а в буквальном историческом тут все достаточно понятно. Он, Бог, стал и поколебал землю, возрел и в трепет привел народы, потому что действительно очень многие народы, они были сокрушены, причем сокрушены ни разу по инициативе израильтян, а всегда потому, что они их не пропускали. Это амаликитяне, это мадинитяне, это эдамитяне, мавитяне и аммонитяне. Опять, все они не пропускают и в Галааде, тоже не пропускают израильский народ. И тогда они сокрушаются, потому что они стоят на пути Бога, они противятся Богу, они не хотят Его. Вековые горы распались и первобытные холмы опали, пути Его вечные. Здесь мы уже видим, что под этим земным шествием израильского народа, двенадцати колен, за этим сокрыто шествие Всевышнего Бога. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути Его вечные. И это, конечно, уже имеет мессианское звучание, мессианское значение, что распадаются эти горы и холмы наших недоумений, нашего непонимания, неправды этой жизни, этого мира, для того, чтобы через все это были проложены пути Бога вечные. Грустными видел шатры Эфиопские сотряслись палатки земли Мадиамской. Эфиопские здесь, скорее всего, это слово использовано на широком значении, и имеется в виду не те самые эфиопы, которые жили южнее Египта на африканском континенте, а те аммадианитяне. О них, собственно говоря, и есть речь, они тоже могут быть названы в библейском тексте эфиопами. И вот их шатры они будут грустны, сотрясутся палатки земли Мадиамской, поскольку они препятствовали шествию Божию. Говорится, что все, что на пути Бога, оно ранее или позже сокрушится. Господь говорит, я открываю дверь, и никто не закроет, я закрою дверь, и никто не откроет. И поэтому безумен человек, который встает на пути Бога. Разве на реке воспылал Господи гнев Твой, разве на реке негодование Твое, или на море ярость Твоя, что Ты вошел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные? Действительно, море раступилось перед израильтянами, когда выходили из Египта, и Ордан тоже раступился, когда входили в обетованную землю. Но разве о реках, разве о морях идет речь? Понятно, что не о природных стихиях, и Господь восходит на кони свои, на колесницы спасительные, естественно, не для того, чтобы проявить свое всемогущество в мире природы, а через это происходит шествие Бога, гнев же Божий, он на сынах противления, на том самом фараоне с египтянами, которые тонут в Черном море, на тех самых жителях Ерихона, которые опять своей могучей крепостью встают на пути Бога и не хотят его пропустить. И гнев Божий, он сокрушает вот эти силы, которые пытаются воспрепятствовать шествию Бога в этом мире. Ты обнажил лук твой поклятвенному обетованию данному колену, ты потоками рассек землю. Это указывает на освоение и овладение обетованной землей через Иисуса Новина. «Увидев тебя вострепетали горы, ринулись в отны, бездна дала голос свой и высоко подняла руки свои». Руки бездны это волны, то есть все пришло в движение, все вострепетало к Богу, к своему Создателю. И в духовном плане это тоже так происходит. Скажем, бездна страданий, скорбей и даже греха, в которых находится человек, и вот оттуда из этих глубин высоко воздеваются руки к Богу в поисках правды и любви в этой жизни. «Солнце и луна становились на месте своем пред светом летающих стрел твоих, перед сиянием сверкающих копьев твоих». Понятно, что это относится к битве в Гаваоне, где Иисус навин воскликнул к Солнцу, стой Солнце в Гаваоне, день продлился и каменный дождь, это и есть стрелы, летающие стрелы Бога, которыми поражены были эти языческие племена, противящиеся Господу. «В огне вешествуешь ты по земле и в негодовании попираешь народы, ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего». Таким образом, здесь говорится о том, что вся неправда этого мира, она однажды столкнется с силой Божией, и она будет разрушена этим шествием Божиим. И возможно, что для того она и есть, чтобы Бог явил себя в своей правде, в своей любви, в своей силе. Это народы, которые противятся. Если о человеке, то это его пороки, страсти, которые в нем противятся шествию Господа. И одновременно ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Под помазанным здесь речь идет, скорее всего, не о мессии, не о помазаннике, как отдельной персоне. А такое имеет место быть в ветхозаветных образах, когда этим словом обозначается весь израильский народ. Они все помазанники, они все избранники Божии. В Новом Завете Церковь Божия, имеющая Святого Духа, имеющая Святое Помазание, у нас это даже в прямом смысле слова происходит через Таинство Мира Помазания. Таким образом, Божий народ это и есть помазанный Божий, ради спасения которого выступает Господь. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. это относится и к историческим неправдам, которые бытуют в этом мире, это относится к тем темным силам пороков грехов и страстей, которые бытуют в сердце человека. Все это сокрушается, когда идет Бог. Ты пронзаешь копьями его главу вожде его, когда они как вихрь ринулись разбить меня, в радости как бы думая поглотить бедного скрыто. Ты с конями твоими проложил путь по морю через пучину великих вод. С чего начинается к тому в некоем отношении и возвращается исход из Египта этот потрясающий образ, этот пасхальный образ. Он и в Ветхом Завете, и в иудейской вере древности, и в Новом Завете опять вера наша пасхальная. Наш исход, исход из этого мира пролагается путь по морю через пучину великих вод. Господь с конями своими, фараон своими конями скакал за израильтянами, а Бог на своих конях сокрушает всю эту вражескую силу. Господь с ангелами и со всеми святыми разрушает все козни дьявольские. Ну, вот так выглядит основная часть песни Аввакума, Аввакума, которая изображает шествие Бога в этом мире, как в древности через исход Израиля из Египта и вхождение его в обетованную землю, так и сейчас, как шествие Мессии в этом мире, когда мы исходим из мира греха, порока, страстей и входим в обетованные пределы Божьего Царства, которое принес нам Христос. Удивительный проникновенный эпилог песни очень возвышенный, лирический и по своему строю и ощущению так сильно перекликающийся с завершительной частью великой песни, песни Соломона. Итак, эпилог. Бог идет в этом мире. Теперь Аввакум, отвлекшийся той мысли, он вновь стоит, как и каждое поколение, вновь и вновь стоит перед вопросами Теодицеи, как оправдать Бога при наличии зла. То есть никогда не будет так, как, скажем, в науке. Вот стало известно, что земля круглая и больше мы к этой теме не возвращаемся. Здесь так не будет. К этой теме будет возвращаться каждое поколение и будет возвращаться каждый человек. И вот Аввакум восклицает. Я услышал и вострепетала внутренность моя, при вести осем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Историческая основа этих слов Аввакум уже слышит сок от копыт халдейских садников, этих вечерних или аравийских волков. Они несутся и задрожали губы пророка. Он понимает, что смертельный, все на своем пути уничтожающий вихрь несется в сторону святого града Иерусалима, в сторону святой земли и сметет на своем пути все. И когда он это услышал, вострепетал, вострепетал внутренность его, при вести об этом оттуда с востока приходили вестники и говорили, предупреждали о том, что ждет иудеев, задрожали губы мои, боль проникла в кости мои. И колеблется место подо мною, святая земля, обетованная Аврааму, в которую привел свой народ Моисей и ввел в нее Иисус Новин. Это земля, которая навеки отдана Божьему народу, и вдруг она начала уходить из-под ног народа Божьего. Колеблется место подо мною, и при всем этом я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой губитель его, я должен стоять и быть совершенно спокоен, я должен быть невозмутим, я не должен унывать, я не должен отчаиваться, я не должен проклинать, я должен, как тот праведник, жить верою, верою, что во всем этом неизъяснимый и одновременно все благой промысел Всевышнего Бога. Когда это лекция по катехизису, то можно как-то так спокойненько еще про это говорить, но когда это в жизни, то вновь и вновь это не будет воспринято иначе, как дрожью губ, как трепетом внутренности, как болью костей. Это всегда будет тяжело. Как будто бы вакуум опять вернулся к тому, с чего начал. То есть получается вот такое колесо, белка в колесе. И одновременно нет. Он справился с собой и теперь он уже как божественный паэт восклицает. Хотя бы не расцвела смоковница, а значит не будет смоков, не будет ее прекрасных сладких плодов. И не было плода на виноградных лозах, а значит не будет вина, а ведь это был основной напиток, питье, живущих в тех местах и в той земле израильтян. И маслина изменила, а значит не будет масла, тука, значит будет голод. И нива не дала пищи, становится все хуже и хуже. Хотя бы не стала овец в загоне. Хлеб и овца это основное яствие иудея, вино основное питье. И рогатого скота в стойлах, а значит не будет молока. А ведь Господь обещал землю, которая течет молоко и мед. И вот хотя бы всего этого не было. Хотя бы всего этого я лишился. А Он говорит теперь не только от своего лица. Он говорит от лица своего народа. Он говорит от лица всех недоумевающих во всех веках и тысячелетиях рожденных, в том числе и сегодня от нашего с вами лица. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Потрясающе. Никаких рациональных ответов. Никакой логистики, можно сказать. ничего Он не будет нам объяснять. К концу книги мы не поумнели, но к концу книги мы стали иными. И то, что вводило нас в отчаяние, в уныние, в ужас, в какую-то абсолютную беспросветную, кромешную тьму. А теперь и тогда я буду радоваться о Господе. Я буду веселиться, о Боге Спасителе Мое. Вот это то потрясающее, что дает верующему Господь Своею благодатью. Когда вокруг все рушится, когда вокруг все плохо, а душа, она не унывает, не только не унывает, она радуется, о Господе, она веселится, о Боге. Это состояние выше, чем состояние обычного благоденствия. Один меценат объявил конкурс для художников нарисовать мир и безмятежие. Были отобраны из всех картин две лучшие. на одной альпийские луга прекрасные снежные вершины, уносящиеся в бездонное небо, домики, пасущийся скот, безмятежно бегающие дети. Все дышит миром и покоем. И другая картина. Жуткая буря морская, страшные волны, скала, из расщелины скалы маленькая веточка, и на ней сидит маленькая птичка. Меценат отдал предпочтение картине второй. Не внешнее безмятежие, которое прекрасно, да тихо и безмолвно житие поживем, во всяком благочестии, чистоте, молятся православные. Но вот, когда во всей этой жуткой буре, круговертия, непонятных и проклятых вопросов и дел этой жизни, есть эта скала, есть эта тоненькая веточка, и ты маленькая птичка, и ты абсолютно спокоен. И завершительные слова Аввакума, теперь уже как Божьего поэта. Господь, Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Почти точное повторение заключительных слов песни-песни Соломона. гор и не оттуда сюда спускается бегущий олень, а отсюда туда в горние высоты уносится олень. Господь, Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. В этом мире проклятых вопросов, жутких страданий, необъяснимых происшествий, а душа моя, как тот олень, она уносится в горние высоты, она восходит к Господу, который сила моя, к Богу, который спасение мое. м м м м м м м м Продолжение следует...